Так вот, я хочу, Александр, вам просто объяснить. У вас сейчас бюджет в марте месяце выполняется на 60%. Если вы не примете умный подход к карантину и к тем ограничительным мерам, которые вы сейчас принимаете, то, к сожалению, бюджет марта уже будет катастрофически недовыполнен, а с бюджетом апреля придется уже распрощаться. Вот оппозиционная платформа «За жизнь» настаивает уже вторую неделю, мы уже на пальцах объяснили, это прописали, о жесточайшем секвестре бюджета. Это что значит? Что каждая копейка, которая есть сегодня в государственном бюджете, должна использована быть исключительно в трех направлениях. Защита здоровья людей, поддержка медицины, защита сегодня социально необеспеченных людей, наших пенсионеров, ветеранов и всю группу риска. И третье направление – это наш экономический блок, самозанятое население, малый бизнес, наши национальные производители. Вот три направления. И ни копейки, никуда больше не должно уходить. Извините, у нас уже больше недели действует карантин, и за это время у нас бюджеты как тратились, так и тратятся. Деньги как расходовались, так и расходовались. Так извините, если карантин, то карантин для всех. А так не бывает, что для тех, кто сегодня должны пешком добираться к себе на работу, на стратегические предприятия, их транспортом не обеспечили, что те, кто сидят сегодня дома и не знают, получат ли они зарплату, социальную выплату, а пенсионеры переживают за пенсию, для этих людей карантин. А для тех, кто сегодня сидит и распределяет бюджет, так для них сейчас манна небесная, потому что отсутствие контроля, и дайте нам еще полномочий дальше этим рулить. Друзья, поэтому мы готовы быть с вами сегодня в одной лодке. И мы все сегодня в одной лодке. Знаете, как шахтеры, когда вот они в клеть в шахте садятся, один ошибется, вся смена, вся клеть оборвется, вся бригада погибнет. Так сегодня вся страна. Мы с вами все сегодня вместе заложники этой ситуации. Но мы не можем сидеть, наблюдать за вашими ошибками и их исключительно критиковать. Вовлекайте в процессы. Все профессиональные люди в стране сегодня, я уверена, готовы мобилизовать все свои возможности для того, чтобы профессионально, слаженно, четко принять решение. Потому что сейчас задача – это не терять ни минуты, защищать здоровье людей и для этого мобилизовать все возможности. Сегодня мы понимаем, что в пенсионном фонде, что в социальных фондах есть непростая ситуация. Но мы обязаны найти из этого выход. И есть пути выхода. Но если мы вам настаиваем на реструктуризации внешней задолженности, ну что здесь непонятного? Но вот это, по-моему, аксиома сейчас. И весь мир к этому сегодня готов. Да и все кредиторы к этому готовы. И у нас сегодня есть шанс реструктуризовать эти долги на 20 лет вперед. И спокойно выходить из кризиса. Ну почему-то мы опять бежим за тем, чтобы давайте принимать законы, которые будут для МВФ, чтобы МВФ нам дал очередной кредит. Вот давайте, наверное, все вместе выдохнем и примем тот антикризисный план, который будет план спасения и стабилизации страны, а не план, когда спасители становятся вредителями. Нам здесь очень важно не перейти из одного качества в другое. Так, пан Качура, ваша ответ. Да.